Вечер добрый, друзья, товарищи! Говорю, за людей хоть он, брату говорю, порадоваться. Весь мир в труху, налил пару стаканов в ряд, и всё, и ты уже на другой планете. Вот что объединяет народ, да? Может поэтому люди спиваются. Да, в компании спиться, наверное, невозможно. Или только начать. Какие раньше в этом доме были гулянки? Как я как-то там рассказывал. Здесь вот, сейчас я зумчик убавлю. Были скамейки. Домов там нет, дома были, ну, кто смотрел, знает. День рождения, праздники, День Победы и всё остальное. У кого-то дети рождались. Помните, как... Ну, это, вором пела, да? Где всё мило и знакомо. В общем, вот примерно было тур сам. Наверное, многие это знают. Так это было нормально. Когда с работы едешь, песни поют в окнах, пусть бегут неуклюжие, и поют все хором, без разницы какого возраста. И старый, и младый хором. Вот. А парень здесь тогда, здесь, он сам грузин. Вот. Вот здесь вот тогда взяли, натянули барана. Я имею в виду настоящую. На верёвке. Натянули, а то неправильно подумают. Вот. Сняли шкуру, там все дела, блин. И они здесь сделали тогда шашлык. Тут всё, блин, классно было. Поставили столы. У него родился сын. Блин, классно было. Два дня где-то отмечали. Отмечали. А, здорово, здорово. Я снимаю, и меня снимают. А, Серёга, что ли, да? Серёга. Серёга, здорово, брат, здорово. Мы очередной видос пилим. Просто так. Да, вот за людей радуемся. Сейчас, продолжим. Продолжение чуть-чуть попозже. У нас стемнело уже. Здесь. Это сегодня день ВДВ. Пацаны подошли. Да, здесь вот мой дом. Вот так. Ну, сколько метров 50 до моего подъезда. Да. Блин, как это? Чё там еще новое? Как это хорошо, блин. Здорово, в тебе. Дом оживает. Смотри, блядь, в окно. Смотри, там упадешь, блядь, с подоконника залез, блядь. Смотри, блядь, на улицу вылез, блядь. Ну, там, брат, со второго этажа особо не разобьешься. Угу. О, пацан, вылез, блядь. Честно, нет. Олег, Семен, как? Нет. Семен, Олег, как говорю? Нет, Женька не работает. А раньше, раньше, если... Ой, блин. Здесь каменьки, рассказывал, были. Вечером собирались. На первом этаже у нас здесь была Наталья. Сейчас она, слава богу, жива-здорова, живут, только не здесь. Уехали. Запивала, голос какой у нее. Блин, прям такой. Вот как русский народный какой-нибудь кубанский хор. Вот они, бабульки, выйдут все. Вечером туда-сюда прошлись. Она затягивает, выходит. Вася, гармонист, вот здесь у нас жил, на втором этаже. Вот. Они ему, блин, пару стопок накатят, блин. Вот здесь вот. Он гармонь вытаскивает и погнали. Вот. Классно было, блин. Домино молотили здесь вечерами. Блин, до жар-то. Детишки бегали. Все крутилось, вертелось. Буквально вот до где-то 15-го, где-то вот так. 14-15-го года. 13-го где-то вот так. И потом все это рухнуло. Все рухнуло, но начало рушиться. Именно с 14-го года все пошло ковырком. Понимаете, да, откуда? Когда там пошли санкции там и так далее, и так далее. До этого было как-то более-менее еще. Люди как бы строили планы на будущее еще. Тяжело, конечно, но здесь же тоже потом и дни рождения все отмечали. И все-все. 1 мая, 9-го день победы ходили на салют смотреть. Потом, говорю, в любой дом придешь, всегда помогут. И я всегда рад. Вот так и жили. Не только мы. И вообще всегда это было. Вот возьмите, при советской власти, вот мое время, большую частью жизни я прожил именно в Советском Союзе. Чем мне грандиозно просто повезло? Просто повезло, да? Вот каково. Так мы жили все так же. Большинство все жили так же. Я дверь дома никогда не закрывал. Не было этих поганых решеток. Никто бы мог подумать. Решетки на окнах, железные двери. Так этого никогда не было. Ни замков амбарных на дверях там и так далее. Никто бы их даже страшным с неба не приснилось бы. Вот. Так что... А потом понеслось. Когда эти решетки начались? В 90-х. В 90-х. Меня вон дом два раза обносили. Пришлось торт ставить. Уезжал на шабашки. Приезжаю, блин, окно выбито. А что мне там брать? Шаром покати и самому. Хоть самому. Ходи, блин, побирайся. В общем, только искорежили и все. Ну, в общем, пришлось тоже. Дело. Ну, давно уже. Так что... Теперь уже... Вот. Бывало, говорю, с работы едешь. Ну, постоянно выходил вот с этого... Ну, с платформы, короче, возвращаюсь сюда. На ЗЛК еще работал. А мы там поначалу работали по 12. Вот. 12-12. Каждый день 12. Вот. Потом перешли на сутки уже. Вот. Поздно возвращался. Когда первая смена заступала... О, самая... Вторая смена возвращался. Вечером идешь. Каждый день он, блин, песни пели. Не здесь, а где-нибудь в другом месте. На выходных... Сейчас уже все. Давно уже не поют. Да сейчас уже песен, я не знаю. И что петь-то? Бабки уже свое отпели. Бабки сейчас только, Господи, помилуй, поют. И то, слава Богу, Богородицы. Сбранные воеводи. Победительные. А дети уже не поют, бегут неуклюжие. Они даже не знают, кто такой крокодил генов. Они крокодилов генов по-другому знают. Рогатых крокодилов, которых сейчас он пачками... Понимаете, да, о чем у меня? Вот этих всех пикимонов там этих. То же самое началось в 90-х. Вот. Все эти мультики начали... Ну, о чем я? Родители все и так сами знают. Вот так вот, довольно быстро, поменялся менталитет целого народа. Казалось бы, да, не могло такого быть. Что, не может быть ничего крепче, чем советская власть. Бац! Все! Как из... Блин... А, кстати, знаете, в 91-м, 93-м... Я же там был. Вот. И в Москве. И все сам видел своими глазами. Как все это было. И до этого мы прошли все. Мы одни из немалых, кто прошел жернова 90-х и 80-х. Все эти Горбачевские реформы. Талоны эти нищенские. Представляете, после Советского Союза. Буквально вчера в магазинах все было. Заходишь, сегодня ничего нет. Деньги обесценены сейчас. Сотни тысяч раз рубль стоил. 63 копейки, блин, доллар. Вот. Все, ну, в принципе, и буквально... Все, все это... Буквально... Буквально сразу обрушено было. И людей прям бросили. С колокольни, блин, и об землю. Весь народ. Вот. А то, что было в 90-х, там, говорит, народ там... Да полно народу было. Посмотрите, хроники, посмотрите. Во-первых, то же самое, что сейчас происходит, вот там, на Дальнем Востоке, да. Ну, многие знают, многие нет. Вот. Было то же самое. Никто не знал. То есть, никто не знал. Страна огромная. Потом... А тогда, ну, дороги перекрыли. Электрички не ходили. Мы в это время оказались, ну, как бы случайно. Были на Шабашке. В Москве. Вот. Недалеко от Курского вокзала. Уехать не могли. Вот. Повидали. Сейчас, погоди, не выключай. А, вот сейчас. В общем, вот такое видео ни о чем. Хотя, может быть, и о чем. Просто такой стрим записи. И, знаете, вот это все напомнило то, что сейчас этого уже нигде нет. Особенно в Москве. И этого вы не везде услышите и увидите. Это вот в таких вот стареньких закоулочках, в стареньких домах. Где-то еще, где нормальная компания собирается еще. Те люди, которые еще душой молодые, которые хотят жить. И в них это кипит еще. А не умерла. Так что, казалось бы, да, Шалман собрался. А как бы на душе-то радостно вроде, да? Вот. Ну, на вот такой вот позитивной ноте. Сегодня 2 августа. 20-го. Поздравляю всех десантников. Войска дяди Васи. С праздником день заканчивается. Но пройдет год. И будет опять же 2 августа. Всех благ вам. Всего самого наилучшего. До свидания, друзья. Всем пока. Всем спасибо, кто смотрел эту билиберду. Пока. Думаю, что денька через 4 будет интересное видео. Если, конечно, Господь сподобит. Вот. И пойдет все примерно так, как я планировал. Пока. Отмечаем день ВДВ. Ну, не мы. Мы только радуемся за людей. Мы люди не пьющие. Но душой мы вместе с ними. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok